здравствуйте уважаемые коллеги и зрители канала заметки электрика я уже на своем канале неоднократно рассказывал вам про устройство схему подключения и ремонт люстр с радиоуправлением ну и сегодня у нас очередная люстра вот у нас здесь идет контроллер на два канала на первый канал у нас подключается светодиодная подсветка вот они светодиоды здесь в три окружности здесь у нас стоит светодиодный драйвер с выходным напряжением 3 вольта на 64 светодиода второй канал это у нас галогенные лампы причем галогенные лампы запитаны от двух разных трансформаторов вот они у нас для трансформаторы для галогенных ламп с выходным напряжением 12 вольт но они у нас подключены на один канал то есть в принципе можно было установить контроллер с тремя каналами и разбить эту нагрузку на три канала вот так вот у нас выглядит люстра с наружной стороны замечание у нас имеет следующий характер люстра просто-напросто перестала работать больше никаких подробностей у нас нет и все схемы вообще подключение каждого устройства что контроллер что трансформатор для галогенных ламп что драйвер для светодиодных для светодиодов в принципе у них все вся информация их подключение и выходных входных и выходных параметров имеется на их корпусе вот сама схема подключения нашего контроллера вот у нас black и red это у нас питание 220 вольт то есть сюда подключается у нас два проводника которые уже идут от выключателя черный 0 красный это фаза вот эти два соединения я здесь нашел вот они идут и подключил на них через клеммы вага питание чтобы проверить люстру пульта управления у меня сейчас нет поэтому управление контроллером я осуществляю повторным повторной подачи напряжения на него то есть первый раз пойду подаю напряжение у нас должен как бы включиться первый канал потом отключая питание тут же подключая повторно у нас должен уже контроллер выдать включить второй канал потом опять обестачиваю включаю и он уже должен при третьем включении включить там оба канала одновременно вот включая напряжение и ничего у нас не горит давайте второй канал и как видите ничего у нас не горит и не работает какие мои дальнейшие действия но однозначно пока под подозрением у нас непосредственно сам контроллер но пока его браковать еще рано в общем сейчас я рассоединю все вот эти вот соединения и проверю по отдельности каждый контур то есть я сейчас подам отдельное напряжение на светодиодный драйвер ну естественно со стороны 220 вольт проверю контур светодиодов дальше я подам отдельное напряжение на первый трансформатор для галогенных ламп проверю первую часть галогенных ламп и подам напряжение вот сюда вот на 2 трансформатор для галогенных ламп проверим второй контур галогенных ламп соответственно таким образом мы определим что у нас неисправно либо у неисправен контроллер радиоуправления до либо у нас не работает светодиоды какой-то допустим светодиод перегорел и нарушил последовательность всей цепочки соответственно не горит сразу вся вся цепь ну и проверим галогенные лампы то есть сами трансформатор и соответственно сами лампы как вариант возможно комбинированная неисправность это одновременно выход как контроллера так и например светодиодного контура ну не знаю в общем сейчас по ходу дела будем разбираться ну а пока я сейчас рассоединю все вот эти наши соединения так а я сейчас делаю по-другому черный с контроллера это у нас 0 общий вот он он у нас идет на общую скрутку да вот это соединение а белые синие это у нас два канала белый это идет на у нас на трансформаторы на оба для галогенных ламп а синий вот он идет это у нас идет на питание драйвера поэтому я сейчас вот здесь вот сделаю разрыв вот здесь вот и получается подам сюда напряжение ну 0 в принципе можно не разрывать потому что он у нас здесь непрерывный он у нас припаян на одной клемме контроллера вот как я показывал сюда я подключил 0 вот у нас питающий 0 и вот у нас питающая фаза которая соединяется через клеммик вага белые это у нас наши трансформаторы для галогенных ламп и синий отходящий это у нас светодиодный драйвер сейчас я подам питание и посмотрим галогенные лампы работают как вы видите просто-напросто у нас в люстре перегорели три галогенные лампы которые мы соответственно дальнейшим заменим а вот светодиодная подсветка у нас здесь не работает принципе с неисправностью я определился по согласованию с хозяином люстры было решено неисправный контроллер убрать и схемы а люстру перевести на управление с обычного двухклавишного выключателя и данную люстру мы подключим следующим образом от первой клавиши у нас будет включаться оба контура галогенных ламп а вот второй клавиши у нас будет включаться светодиодная подсветка но если у нас оба контура галогенных ламп исправны и нам здесь ничего не нужно искать то светодиодной подсветки нам необходимо определиться то ли у нас неисправен сам драйвер то ли у нас перегорел какой-то светодиод который соответственно разрывает всю последовательную цепочку ветвь всех светодиодов в данной люстре установлено 60 светодиодов вот видите они здесь раз окружность 2 окружность 3 и вот здесь вот еще четвертый я немножко забежал вперед и на самом деле уже определил какие светодиоды вышли из строя но сейчас все расскажу по порядку нам нужно определить целостность всех светодиодов в данной цепи цепочка здесь одна она питается с нашего драйвера вот у нас драйвера сюда приходит плюс и дальше плюс минус плюс минус плюс минус плюс минус и последовательно у нас осуществляется вот этого вся цепочка подключения из последнего светодиода вот у нас находится в центре уходит уже минус на обратно на наш драйвер вот мы берем любой светодиод ну например вот отсюда можно отсюда начать с любой вот на нем видно анод и катод анод в данный момент сейчас слева то есть имеется более тонкая у него электрод у него а катод и имеет более большую поверхность электрода то есть более больше электрод соответственно анод это у нас плюс катод это у нас минус слева у нас катод справа у нас анод дальше мы берем мультиметр включаем его на режим проверки светодиодов красный щуп это плюс черный это минус и подключаемся к нашему светодиоду то есть мы смотрим наш светодиод мы знаем где у нас плюс где у нас минус данном случае случае у нас минус слева в принципе можно и не доставать светодиод из посадочного например сразу подключиться вот сюда на его выводы но иногда свечение получается недостаточно и поэтому лучше для меня лучше я светодиод достаю здесь имеется площадка с двумя контактами и очень удобно здесь производить проверку стою одним щупом на одну площадку вторую вторым на другую вот видите светодиод загорается то есть делаем вывод что данный светодиод исправен естественно что аналогичным образом необходимо проверить все наши 60 светодиодов я уже это сделал видите допустим вот мы вот этот проверил светодиод он исправен я поставил галочку ну и пошел дальше вот галочка вот 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 и видите везде стоят галочки в общем в общей сложности я обнаружил четыре неисправных светодиода вот наш драйвер светодиодный так входное напряжение 220 240 но это с этой стороны и вот у нас выходит белый черный как я говорил плюс минус выход вот ds плюс ds минус здесь написано что данный драйвер может работать максимум с 64 светодиодами но также указан и некоторый предел то есть 51 тире 64 штуки в рассматриваемой люстре установлено ровно 60 светодиодов то есть четыре светодиода у нас вышли из строя у нас осталось еще 56 рабочих соответственно чтобы проверить люстру без вот этих четырех исправных мы делаем вот такой небольшой фокус мы на место вышедшего из строя светодиода ставим такую перемычку вот 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 и так далее то есть мы шунтируем наши светодиоды потому что драйвер нам позволяет проверить люстру в том числе с 56 светодиодами что мы сейчас и сделаем я сейчас все четыре наших светодиода зашунтировал и мы вновь подадим питание убедимся что вообще у нас работает наш драйвер работают другие светодиоды вот и подключил питание и мы видим что подсветка у нас заработала отлично осталось дело за малым приобретаем магазинах радиодетали аналогичный аналогичные светодиодики синего сечения ну и как я уже говорил ранее исключаемые схемы наш контроллер у нас практически уже снят то есть мы живот выхода и у него уже отключили и сюда уже подавали напряжение вот белый это у нас контур галогенных ламп это будет одна группа дальше вот у нас сейчас подключен вторая группа это вот красное это питание как раз нашего драйвера и все и вот у нас собираются нули всех наших общих трех групп вот наш контроллер вот как я вам и говорил нули у нас подключается здесь на одну клемму и на одну клемму а на одну дорожку ничего тут критического не вижу каких-то нагревов там конденсаторы нормальные где-то я на форуме читал что чаще всего уходит из строя ответ гасящий конденсатор по питанию надо как-нибудь попробовать восстановить данный контроль но это уже тема отдельного видео здесь у нас хозяин решил от него так сказать избавиться ну это его право вот собственно и были приобретены недостающие перегоревшие галогенные лампы 3 и светодиоды удалось найти по габариту и параметрам полностью необходимые светодиоды для данной люстры чтобы здесь еще хотел сказать есть такая особенность но это в основном касается светодиодов новых то что у него плюсовой вывод то есть плюс анод всегда ножка длиннее чем на минусе то есть это вот еще есть такой параметр чтобы определить полярность светодиода ну у нас это не актуально в данном случае потому что ножки у меня будут все равно здесь подрезаться вот я подрезал ножки у светодиодов и сейчас будем их устанавливать убираем наши нашу перемычку и вставляем светодиод соответственно проверяя полярность как я уже показывал слева у нас минус справа плюс соответственно так и вставляем вот готово и сюда сразу посадочная следующий у нас также убираем нашу перемычку и вставляем светодиод соблюдая при этом полярность и так далее в общем светодиоды я установил галогенные лампы установлю чуть позже так а сейчас пока наведем порядок с блоками то есть чтобы они здесь у нас хаотично не располагались не перемещались мы их зафиксируем один блок у нас стоит уже жестко второй трансформатор второй блок для галогенных ламп установим вот сюда на двусторонний скотч и блок светодиодов установим на прежнее место вот тут видно следы его куда-нибудь примерно вот сюда ну или немножко рядом сейчас по ходу дела посмотрим и 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 все работает и подсветка все галогенные лампы ну на этом пожалуй все вот такой получилось видео по диагностике и устранению неисправности данной люстры если понравилось видео то обязательно ставьте лайк обязательно подписывайтесь на канал если вам что-то непонятно есть какие-то вопросы обязательно спрашивайте об этом в комментариях не стесняйтесь также хочу напомнить вам что у нас есть свой telegram чат у нас есть группа вконтакте и instagram под одноименным названием заметки электрика если есть желание то присоединяйтесь и в другие социальные сети чтобы быть в курсе всех новых событий на канале на этом я завершаю видео всем спасибо за внимание с вами как всегда был дмитрий автор канала заметки электрика до новых встреч